Я не думаю, что у меня получится пригласить Фрэнка к себе в офис, потому что наш стадион построен таким образом, что мой офис находится на частной территории, и войти туда будет невозможно. До текущего момента я ни разу не приглашал ни одного из тренеров к себе, и я не думаю, что в ситуации с Фрэнком что-то изменится. Но я могу точно сказать, что перед матчем я крепко его обниму, и точно так же сделаю после матча, вне зависимости от того, какой будет результат, вне зависимости от того, какое у меня будет настроение после матча. Я считаю, что наши отношения к друг другу никогда не поменяются. Я всегда буду благодарен ему за все то, что он сделал для меня, когда был игроком, и ничего этого не изменит. Мне нравится этот парень. Действительно нравится. Надеюсь, в воскресенье он проиграет. Я знаю, что он тренер с большим потенциалом, и также я знаю, что у него в команде есть молодые игроки, которые являются лучшими молодыми футболистами. В английском футболе. Также я знаю, что в его команде есть множество игроков с большим опытом за плечами, которые отличаются своим качеством. Если посмотреть на Виллиана, Алонса, Рудигера, Канте, если рассматривать этих футболистов, то можно с уверенностью сказать, что это лучшие представители английской премьер-лиги. То же самое можно сказать и о молодых ребятах. Многие из них уже дебютировали за национальную сборную. Учитывая все это, нужно признать, мы говорим о команде с фантастическим составом. Поэтому я совсем не удивлен тому, что они хорошо выступают. Сейчас у Челси есть небольшой спад, но тем не менее они идут четвертыми в английской премьер-лиге. И к тому же они квалифицировались в 1-8 лиге чемпионов. И впереди их ждет невероятный матч против Баварии и Мюнхен. Да, конечно, у них есть спад, но он не критичный. С ними все в порядке. Мы заработали много очков, даже учитывая проигрыш. У нас не было ничьих. Мы побеждали и зарабатывали очки. В то время, когда ваши противники проигрывают, у вас есть возможность закрепиться в турнирной таблице. Сложнее всего преследовать кого-то. Вот это действительно сложно. Посмотрите на Манчестер Сити. Они побеждают в трех-четырех матчах подряд, но Ливерпуль не проигрывает. Складывается ощущение, что дела у них не очень. Но как только Ливерпуль начнет проигрывать, вот тогда все будет выглядеть совсем по-другому. Что касается нашей ситуации, то нашими конкурентами являются такие команды, как Юнайтед, Челси, Вульверхэмптон и Арсенал. Это хорошие команды. Но те 12 очков, которые мы набрали, позволили нам подняться в турнирной таблице. С точки зрения нашего положения в турнирной таблице, мы именно там, где я и ожидал. Дело в том, что мы не можем контролировать результаты наших соперников. Победа не гарантирует то, что мы поднимемся в таблице. Я не могу контролировать другие команды. Я не мог надеяться на то, что Челси и Арсенал будут проигрывать в своих матчах. Все, что мы действительно могли сделать, это победить Вульверхэмптон, которые были выше нас в таблице. И теперь мы их обогнали. Все остальное нам не подвластно. Видео переведено и озвучено специально для канала Sport.ua. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...